МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска Городка о некоторых темах. На предприятии Газпромнефть Муравленко подвели итоги деятельности за полгода в сфере охраны труда. Готовься они летом. Дорожные службы города к зиме подошли в полной боеготовности. И Светлана Хайрулина вернулась из Санкт-Петербурга с Кубком России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ужесточить наказание за незаконное проникновение на нефтегазовые объекты, сообщает РИА Новости. Своё предложение глава правительства мотивировал тем, что это объекты особой опасности и добавил, что речь идёт не только о хулиганских действиях или провокациях, но и о банальном воровстве, так называемых врезках в нефтепроводах. И такие случаи далеко не редкость. Напомню, не так давно активисты Гринпис были обвинены в пиратстве за попытку проникнуть на нефтеплатформу «Приразломная». Забота об экологии не должна прикрывать противоправные действия, какими бы высокими соображениями не руководствовались лица, участвовавшие в различных акциях. Она не может вестись противоправными методами и методами, которые в конечном счёте небезопасны для людей и для технологических объектов, сказал по этому поводу Медведев. В начале второй декады октября на Ямале начнёт свою работу в заседании экспертного совета по недропользованию. В него входят представители порядка 60 компаний, работающих на территории региона. Работа совета продлится несколько дней. На нём делегаты от предприятий ТЭКО представят информацию о работе за прошедший год, а специалисты Департамента природоресурсного регулирования округа проведут анализ полученных данных. После этого подведут официальные итоги работы отрасли на территории региона с начала года. Одна из главных тем – это обсуждение вопросов исполнения предприятиями условий лицензионных соглашений. Кроме того, компании представят данные об итогах геолого-разведочных работ, включая физические и стоимостные объёмы, параметры сейсморазведки, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, объёмы добычи углеводородного сырья за 9 месяцев 2013 года. Планируется рассмотреть вопрос о планируемых объёмах геолого-разведочных работ и добычи углеводородов, до конца года. Основная задача работы Совета – повышение взаимодействия региона и компаний для повышения эффективности работы отрасли в целом. В «Газпромнефть» Муравленко подвели итоги деятельности по охране труда за первое полугодие, а также наградили лучшие в этой сфере подразделения. То, что к вопросу по охране труда на предприятии относится серьёзно, говорит уже тот факт, что совещание открыл генеральный директор «Газпромнефть» Муравленко Валерий Коватилин. В конференц-зале собрались руководители цехов, начальники управления и ведущие специалисты предприятия. Компания давно движется в сторону лучших стандартов, игровых стандартов в области охраны труда. Сейчас мы начинаем заниматься, в том числе, подрядчиками. Поэтому задача приоритетная. Марина Веселовская, начальник управления производственной безопасности, заметила, что один из основных показателей в области охраны труда – отсутствие ЧП на производстве. За полгода 2013 года на предприятии «Газпромнефть» Муравленко не произошло ни одного серьёзного происшествия. Один легкий несчастный случай у нас произошёл. Цехи химического анализа в апреле месяце текущего года. Возвращение под раскоизмолось, упало, сломала руководка, выздоровела, из-за неожиданного рода. Других несчастных случаев на период нет допущено. Начальник управления отметила, что одна из основных задач в работе её подразделения – это профилактика травматизма. В прошедшем полугодии зафиксировано гораздо меньше микротравм. Высокий уровень безопасности подтверждают результаты аудита системы управления промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты. В 14 марта, в марте, в апреле месяце мы ожидаем внешний аудит. То есть результаты, которые мы достигли, мы хотели бы не снизить, а хотели бы, чтобы мы также продолжали работу стандартов и компании. В этом году в «Газпромнефть» Муравленко провели кампанию по аттестации рабочих мест. Она ещё не завершилась, но уже по предварительным результатам можно утверждать. К этому вопросу нефтяники относятся очень серьёзно. Не случайно предприятие подало заявку для участия во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Причём предварительный этап уже позади. А итоговый результат станет независимой оценкой деятельности предприятия. Ещё весной на предприятии начался осмотр конкурса по охране труда среди структурных подразделений. Генеральный директор на совещании озвучил его результаты. Так, среди цехов добычи лучшим стал 14-й цех. Тройки призёров также 16-й и 8-й. Среди других подразделений победил цех ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования. За ним ЦППН-3 и цех химанализа. За особый вклад в охрану труда Валерий Кулатилин отдельно наградил шестерых работников «Газпромнефть» Муравленко. Евгений Дегтяренко, Вадим Брайчик. Новости нашего города. Добавлю, что на этой неделе правительство Российской Федерации одобрило предложение Минтруда увеличить со следующего года страховую выплату семьи работника, погибшего от несчастного случая на производстве, более чем в 12 раз. С нынешних 80 тысяч рублей до 1 миллиона. Параллельно готовятся стимулирующие меры, благодаря которым работодателю будет выгодно строже относиться к охране труда и соблюдению безопасности на производстве. Зима не за горами. Специалисты дорожных служб города перешли на круглосуточный график работы. О том, как готова к холодному и в то же время жаркому сезону предприятия «Муравленковские коммунальные сети» расскажет Татьяна Сорокина. Первые морозы уже заставили многих муравленковских автолюбителей переобуть свои машины. Подготовились к зимнему сезону и дорожные службы города. Специалисты утверждают, что вся уборочная техника в полном порядке на 100%. У нас на линии ежедневно выходит от 12 до 15 единиц техники днем и порядка 6-8 единиц техники – это в ночь. Это три пескоразбращивающие установки, которые в случае гололеда посыпают пешеходные переходы, перекрестки, сквозные межквартальные проезды. Также уделяем большое внимание подъездным дорогам к детским садам и школам. Остановочные карманы обрабатываем противоголодными материалами. В русской поговорке говорится – готовь сани летом. На предприятии Муравленковские коммунальные системы так и поступили. Всего в парке 26 единиц техники, пескоразбрасывающие установки, автопогрузчики, снегоочистительные машины. Заготовили 7 тысяч кубов песка, 30 тонн технической соли и 5 тонн химического реагента. Говорят, до Нового года точно хватит. А дальше, если будет необходимость, закажут еще. Проблемы есть, но как бы они незначительные. Это немного нам не хватает людей, трактористов, механизаторов. Но это все, я думаю, решаемо. Работники предприятия утверждают, что готовы оперативно реагировать на изменения погодных условий. Но все же, насколько эффективно дорожные службы поработали летом, покажет только зима. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. На этой неделе в образовательных учреждениях города началась вакцинация детей против гриппа. Напомню, вакцина против гриппа «Гриппул плюс» поступила в Муравленко в понедельник. За три дня привили 718 детей. Это около 15%. Вводят вакцину после того, как ребенок в обязательном порядке пройдет осмотр у педиатра. Более того, под наблюдением врачей дети находятся в течение получаса после прививки. За их состояние медики наблюдают и на следующий день. Пока побочных эффектов не зафиксировано. Новый успех инвалидов-тяжелоатлетов. Копилки муравленковских спортсменов теперь из золота, добытые в женских соревнованиях. В Санкт-Петербурге Светлана Хайрулина в весовой категории до 86 килограммов завоевала первое место на Кубке России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. До этого высших наград из муравленковцев удостаивались только мужчины-атлеты. Первые соревнования не были такими волнительными, как эти соревнования. Все равно больше осознаешь, больше переживаешь, больше занимаешься. И как-то это отражается не только, ну, хорошо, что не отразилось на результате, а только на немножко на самочувствии, таком вот состоянии самого организма. Удачно открыли спортивный сезон и муравленковские арм-спортсмены из Нового Оренгоя, где прошел чемпионат округа, наша сборная вернулась в ранге победителя. В личном зачете у арм-рестлеров, представлявших Муравленко, три медали. Золото завоевали Вячеслав Цикун и Дмитрий Головко. Евгений Хабаров стал серебряным призером чемпионата. Теперь впереди у атлетов первенства Уральского федерального округа. Было тяжело на самом деле достигнуть этого результата. Хотелось бы, конечно, лучше выступить. Мы будем работать над этим, но я думаю, мы достигнем. Чтобы прям выходить за стол и бороться, практически не чувствуя соперника. И в завершении выпуска коротко о том, что интересного для своих читателей, подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника» на этой неделе. «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. В городе состоялось первое после летних каникул заседание депутатского корпуса. На повестке дня стояло 18 вопросов, касающихся различных сфер деятельности. Ключевыми из них стали два. Создание в Муравленко муниципального дорожного фонда и внесение корректив в городской бюджет. О том, как планируется улучшить качество дорог, на чем решили сэкономить народные избранники и о других принятых решениях, читайте на третьей полосе издания. 20 лет северного стажа. Для кого-то это огромный срок, для кого-то не так уж и много. Начальник отдела «Газпромнефть» Муравленко Фаиль Халиков не задумывается об этом. Для него важно другое – работа, амбициозные производственные планы и эффективное их выполнение. Безусловно, семья, жена и двое сыновей. Еще один неприкосновенный приоритет жизни нефтяника – северная рыбалка, которая по своим эмоциям и впечатлениям не сравнится ни с чем. Материал о муже, нефтянике и рыбаке читатели найдут на пятой полосе газеты. С приходом в наш край осенних холодов увеличилось и количество сезонных заболеваний. Простуда, ОРВИ и, пожалуй, самый опасный из них – грипп могут нанести достаточно серьезный ущерб нашему здоровью. Поэтому самое время вспомнить, что лучшая защита – вакцинация. В чем ее плюсы? Что такое перекрестный иммунитет? И какие есть народные средства от вирусных инфекций? Об этом можно узнать, открыв восьмую полосу еженедельника «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». «Видим все», «Говорим главное». Это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 4 октября в Салихарде плюс 4, ветер западный до 9 метров в секунду. В ноябрьске 1 градус мороза, западный ветер до 5 метров в секунду. В Муравленко 4 октября минус 1 ветер западный до 6 метров в секунду.